Добрый день! Добрый день! Вот ворота делают. Игорь Александрович Барабаш и сын его старший Терентий. Добрый день! Настоящая стадия уже. Так. Вот двое тут делают. Но главное, что урожай от дождя сокрытый уже. Огромный плюс. По сравнению, если бы его не было, этого ангара. Зерносклады. Видишь, как Господь исполняет желания боящихся его. Сегодня 5 октября, 19-го года суббота. Я тут объезжаю, смотрю, еще нового делают. Какие березы рядом, я показывал уже. Видите, что тут никак солнце светит, засвечивает. Вот он. Я потом обойду с той стороны. Ясно дело, что по плану все делается. Солнце оттуда светит и плохо видно. Вот так получше маленько. У меня как? У меня как? У меня уровень на это не менее добавили. Всё трогаем вертикально, чтобы было. На меня давай вверх. Еще. Ещё-ещё. Сильно. Нажато. Железо прикручивает, вот тебе возьми, еще себе. Не, не, нормально. Держишь? Ровно съехал. Нет, стой. Все, бей. Никогда не помешает, что снимаешь, придешь. Как легко же с человеком работать. Береза, золото. Я решил обойти. 60 метров длиною. Вот сина какая. Сколько тут труда ушло. Я так боюсь больших ветров. Может быть, слишком даже боюсь. И говорю ему, тут у Костины надо упоры сделать. И люди советуют тоже. Ну, уже говорено было. Крестовины сделать. Две с одной стороны, две с другой, посередине. Это чтобы вертик, вот куда-то повдоль они не наклонились. Парусность огромная. Вот так присыпали здесь. Тут еще запасные у него на что-то. Не скручены, ничего так лежать. Вот здесь горох и шмень. А вон там как раз в конце они работают. Вот, вон видно. И ширина 12 метров. Вроде бы сейчас я шагами измерю. Ну, да. 13 шагов, 12 метров. Это так. Это вот прошлогоднее еще осталось. Сколько сена. Земля плодородная. Какие бочки. Это малина, ряд растет. Малина, пожалуй, дикая. Так похоже. Сейчас я перейду на ту сторону. Там разные оборудования. Вот сколько тут у него на всякое дело. Тут земля взрехленная. Поселился. Игорь Александрович очень удачный. Это тоже божий промысел. Это вот сено скручивает, собирает. Скручивает другая. Вот я отсюда теперь зашел. Вот она техника его. Вот такой он везет два. И прицеп еще один. Приехал, ничего нет, кроме велосипеда. Я не знаю, велосипед-то у него был нет. Жена как в виде завуча. Ну, тут учителей-то мало, но старший учитель. В интернете работают там какие-то предложения. Вот это считай, сколько осталось. А вот под Колундой живут, тоже живут люди, но ничего этого нет. А мы здесь имеем все. И храм рядом. И склады рядом. И место для техники есть. Вот поворачивались. Рядом сады колхозные бывшие. Вот селки, велки тут самое современное. И скотину держать есть где. Видишь, какой размах. Дальше его ничего нет. Он в низинку сошел. Вот его дом. Вот кто думает, что жизнь потеряет, посадляйся на конце деревни, будущей, где бывшие. И там такая возможность тоже будет. А это сколько еще таких? Ну, два, три, четыре, шесть. Восемь мест таких из 150. Вот они уже второй лист лепят. Вот. лбом прижал. Дверить-то тут некуда. А в городе-то живут чужой жизнью. Обсуждают. А ничего нету нигде. Вот конкретно. Он берет прибор. Сплощивый человек там указывает. Он магнитом прилепил. Слава тебе, Господи. Нормально? Нет. 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 Как все висит у него по корме. Какие-то гвозди такие-то эти саморезы в железную втыкают. Закрыл. и все ворота такие Небольшая, чтобы зайти вот эта вот часть. Видно, что он шарнир. Остальное все закроет. Ворота отдельно подвижные. Большие ворота. Это где-то метров на 9. Почти что. А, нет, эти ворота там, это сплошняком идет. Ворота тут поменьше, вот они. Вполне оливая машина из-за еды. Поехал, все. Ворота. Ворота.